Я делаю видео для того, чтобы успокоить наших клиентов, наших прошлых клиентов, дела которых мы сейчас ведем в настоящее время, наших будущих клиентов, которые хотят подать на визу, либо на политубежище. Всего указы Трампа коснулись трех направлений. Первое. Введены ограничения для семи мусульманских стран. Сразу скажу, ни Узбекистан, ни Киргизия, ни Таджикистан не попали в этот список. Так что вам беспокоиться не стоит. Ограничения введены для тех, кто держит грин-карту. В большинстве своем наши клиенты, наоборот, хотят получить вид на жительство, грин-карту. Так что вас это не коснулось. Второй момент. Связанный с ограничениями по визе. Но по визе введены только одно ограничение, связанное со сроками. Если раньше мы подавали на дропбокс людей, которые имели американскую визу... Ребят, можно не мешать? Please. Введу видео, please. Don't speak. Так, второе ограничение связано с визой. Мы делали раньше, в настоящий момент и сейчас это возможно сделать, по системе дропбокс подать на визу. То есть без интервью. Просто, если говорить про Москву, у нас есть Pony Express. Вы приносите документы D-160 в курьерскую службу и они уже дальше сами переправляют. Вам в посольство ходить не нужно. Так вот, указом Трампа сокращены сроки до года и все. То есть в основном люди за год успевают подать по системе дропбокс и получить визу. То есть тут тоже никаких проблем нет. И третья ситуация связана с квотами и со сроками. Трамп взял 120 дней. То есть приостановил программу приема беженцев для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Так вот, я скажу, что те клиенты, которые подают по системе, например, беженства в международную организацию по миграции, никогда не получают статус беженца. Беженцы распространяются конкретно на территорию, на народы и по поправке Лаутенберга, если у вас есть родственники. В основном мы подаем по беженству и с конечным итогом с программной системой пароли. Пароли в общественных интересах, когда вы заочно получаете этот статус, приезжаете в США и уже там дальше переходите со статуса пароля на статус беженца. То есть для нас, на нас это тоже никак не коснулось. Как мы получали статус пароля, так мы его и получаем. Таким образом, три ситуации, которые сейчас введены в иммиграционную политику Соединенных Штатов, для нас никак не отразились. Из-за этого не стоит тревожиться, не стоит беспокоиться. Ничего страшного не произошло, потому что сегодня с утра мне звонят люди. Илья, вот мы готовим там кейс на визу, что же нам делать? Мы из Бишкека. Ребят, на вас это не распространяется. Другой у нас клиент, вот сейчас из Узбекистана, мы ведем его по программе беженства. Он также по программе беженства идет по религии, то есть он оказался в мусульманской стране христианином. Так вот, я могу сказать для вас, ребят, те, кто оказался с другой религией в мусульманской стране, для вас наоборот сейчас Трамп вводит 50 тысяч квот, по которым вы сможете въехать. То есть это совсем противоположная программа, которая была у Обамы. То есть Обама принимал мусульман, а тут наоборот. То есть если вы христианин, например, да, американской церкви, как вот у нас сейчас клиент, которого мы ведем, то есть он эмигрировал из Узбекистана, он приехал к нам, мы сформировали ему кейс. Он представитель американской церкви евангелистов. Они подготовили на той стороне весь пакет документов, спонсорских документов, что они его поддержат. Вот, и мы будем подавать его, чтобы попасть как раз, вот сейчас квота открывается 50 тысяч, и мы в нее как раз попадем, и он получит статус пароля. Это, надо понимать, не статус беженца, который сейчас приостановлен, а именно статус пароля. Вот, таким образом тревожиться не надо. Наоборот, все будет гораздо сейчас легче. Уберут людей с рынка, которые некомпетентны, мы делали по этому видео, люди, которые берут клиентов в США, готовят им кейсы. Кейсы не имеют никаких эпизодов, не имеют доказательной базы, кроме отчетов правозащитных организаций. В итоге люди попадают в отказ и идут дальше по судам. Этого не будет. Все будет намного легче и намного профессиональнее в этой области. К чему мы и стремимся. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USADeficeVisa.com и в нашу группу Facebook. Всем всего доброго. Пока.